Здравствуйте! С вами программа «Время Икс» и меня зовут Ксения Вишневская. Проект «Всероссийский филармонический сезон» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации проводит очередной концерт, который состоится 26 октября в рамках программы «Звезды 21 века». В нашей студии руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Владимир Ким. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте, Ксения! Вы знаете, я уже не представляю эту студию без вас, если честно. Это очень приятно! Да, потому что каждый раз, когда вы появляетесь в нашей студии, я слышу про виртуозов, про прекрасную музыку, про искусство, про нашу культуру. И сегодня вы пришли опять с этой интересной концертной программой и с исполнителем, который к нам приедет. Хотелось бы услышать, кто это посетит наш прекрасный Севастополь и порадует совсем скоро наших зрителей и слушателей. Я думаю, что обязательно порадует, потому что Александр Рам, он очень молодой исполнитель. Он всего лишь 88 года рождения, и он лауреат конкурса имени Чайковского 2015 года, то есть свеженький лауреат. А судьба его такая, он в 88 году родился во Владивостоке, потом, по всей видимости, военный папа. Он переезжал в Калининград, а потом мама, она киновед Вита Рам, она решила, что талантливому ребенку нужно пройти обучение в Москве. И вот он, значит, закончил музыкальную школу имени Глиера, потом закончил музыкальное училище имени Шопена и поступил в консерваторию имени Чайковского. Там он закончил консерваторию и аспирантуру у Натальи Шаховской, это знаменитый профессор. Потом аспирантуру закончил в высшей школе музыки в Берлине. И кроме этого Рам знаменит тем, что огромное количество конкурсов, не на всех он получал первые места, но все равно эти конкурсы очень значимы, это и всероссийский конкурс, и конкурс в Швеции, и конкурс, так сказать, в Греции, и так дальше, и так дальше. То есть огромное количество конкурсов. Владимир Николаевич, у меня такой вопрос. Вы всегда столько много информации знаете про тех, кто приезжает, про кто дает концерты, про наших гостей. Это очень любопытно. Я же иду к вам на эфир, поэтому я должен как-то информировать севастопольцев о том, что это очень интересная личность, вот интересная тем, что он постоянно искал виолончей для себя, и, как правило, его все отсылали к старинным инструментам. Страдивари, Гварнери, Амати и так дальше. А здесь вот он вдруг, благодаря Александру Бузлову, то есть тоже знаменитый виолончелист, ему удалось, тоже как очень интересно, приобрести потрясающий виолончель современного мастера из Кремоны. Якуб такой, вот точно его фамилия, Габриэль Жербан Якуб. Вот, и очень дорогая виолончель, у него денег не было, и когда он на гастролях был в Швейцарии, он поселился в одном доме, где очень любили музыку, и в конечном итоге они узнали о том, что есть такой проект с виолончелью, и они, подумав, посоветовавшись друг с другом, это семья, сказали, что мы дарим вам половину стоимости этой виолончели, но вы напишите, пожалуйста, расписку, расписку, в том, что если вы бросите музыку, ну, мало ли, бывает все в жизни, что вы тогда вернете эти деньги. Ну, надо же. А как они слышали, как он играет? Или как эта сделка состоялась? Да, да, да. Они слышали, как он играет, и они поняли, что этому высоко талантливому человеку ну, необходима помощь. А, кстати, вот очень интересно, потому что, действительно, многие охотятся за старинными музыкальными инструментами, и звучание совсем другое. А как вообще музыканты, они это слышат, выбирают, насколько подбирают, я так понимаю, это что-то под себя, да, или что? Как срастись с этим инструментом? Как понять, что это он? Именно он, и только он, и больше ничего другого. Вот, кстати, на это очень хорошо отвечает Рам. Он сказал, что очень часто так бывает, что на инструменте, который старинный, да, очень долго играла какая-то личность. И этот инструмент обогащается флюидами, это не сказки, флюидами, и звучит так, как играл мастер. И поэтому очень часто бывает так, что виолончель берет другой исполнитель, и ему это не подходит, ему это не подходит. Не по силе звука, не по тембру, а просто потому, что он его отторгает. И вот он нашел эту виолончель новую, молодого, то есть у современного мастера, и он счастлив, он счастлив. Я, кстати, хочу заметить, что Михаил Почекин, на концерте которого вы были... Да, это было отдельное спасибо. Да, его отец мастер, современный мастер скрипичный, и его дети, у него еще есть брат, они играют на инструментах отца. И ни на что не хотят менять, ни на страдиваре, ни... Да, он как раз таки и играл на инструменте своего отца. Да, он играл на инструменте своего отца. Но все равно, мне кажется, он играет уже все равно в своем, придает свою вот эту ноту жизни. Это правильно. Это оживает совсем по-другому. Обогащает инструмент, конечно, исполнитель. Но дело в том, что либо отзывчив эти обертоны, отзываются в инструменте, либо нет. Виктор Николаевич, я могла бы об этом говорить вечно, но мне хотелось бы узнать, все-таки с какой программы приедет лауреат? И как по программе сколько по времени? И самое главное, мы не сказали где. Это будет 26 октября, 18.30. И концертная программа будет состоять из двух отделений. В первом отделении будет играть оркестр изумительную классическую симфонию Прокофьева, наполненную ее искрометным юмором, весельем и так дальше. И самое главное, что сочиненную в очень классических традициях. Дальше будет звучать также современный композитор Шнитке с сюитой в старинном стиле. А во втором отделении будет играть наш гость Александр Рам. И он будет играть концерт Шостаковича номер один. Удивительно глубокий концерт. И это опять созвучно характеристике Рама. Он говорит, что его совершенно не интересует просто красивость музыки. Он говорит, что самое главное в музыке – это ее внутренний посыл. Пусть она даже будет жестокая, но она возвышает, она заводит и так дальше. Вообще, если подумать хорошенечко, то у Шостаковича, на самом деле, если мы вспомним седьмую, восьмую, какая там красота. Там тема нашествия, там тема страха, тема апокалипсиса, победы и так дальше. То есть красоты внешней никакой нет. Там есть такое, что заставляет человека, его сердце трепетать и волноваться, и задумываться над чем-то очень важным. Вот Рам из таких художников-исполнителей. Жаль, что мы не сможем его пригласить из-за того, что так короткий будет визит. Но у нас мы можем зрителей наших познакомить с его исполнением. И сейчас мы это покажем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Сейчас мы посмотрели фрагмент Александра Рамма, биончелиста, который к нам приезжает в ряд международных премий. Мне кажется, это будет потрясающий концерт. Я предвкушаю, что это будет очень высокий концерт. Высокий по этису, по накалу. Потрясающе. Знаете, Владимир Николаевич, вы меня пригласили. Я была на предыдущем концерте. И вообще в рамках этого проекта ежемесячно приезжают лауреаты разные. И я вот задала себе вопрос. Как живет внутри вообще этот весь организм, когда приезжают новые известные исполнители? Как вообще воспринимает оркестр? Как вы... Я знаю, что очень мало времени на репетиции и на вот это вот состояние. Одна репетиция. Что за одну репетицию можно успеть и как можно вообще услышать друг друга, понять друг друга, почувствовать эту эмоцию и передать самое главное зрителю? Поделитесь секретом. Вот вы знаете, Ксения, я хочу сказать, что качество переходит в количество. Очень часто так бывает, что когда долго знакомятся, в конечном итоге становится неинтересно. А когда появляется новый человек, новый маститый музыкант, то краткий промежуток знакомства заставляет окружающих впитывать как можно быстрее и полнее все, что связано с этим исполнителем. Поэтому приезжают на краткое время исполнители, но наши музыканты очень быстро, так сказать, на него реагируют и как-то пытаются тут же понять. И это очень хороший, это кульминация вообще отношений. А вот, кстати, успевают ли они научиться чему-то? И вообще учатся ли? Как бы можно научиться? Вот просто со стороны наблюдая, потому что это же у вас такой организм, скажем так, живой. Здесь же каждый звук, каждое движение руки это что-то свое. Что-то особенное, да. Вы совершенно правы. Конечно, не все в силу такой направленности на свою профессию изучают исполнителя глубоко, до конца. Но, конечно, равнодушных не оставляет любой гость. Никого. Просто один воспринимает глубже, более интересно, более, так сказать, вдумчиво. Кто-то поверхностно, ну, как все люди всегда так, понимаете. Кто больше привержен своей профессии, тот больше постигает глубины. Кто меньше, тот меньше. Скажите, а сами исполнители, которые приезжают, как они себя ведут? Все-таки у них есть уже известность, они уже, и при том, что молодые сейчас, у нас молодые приезжают исполнители. Как они себя ведут? Звездные или нет? Звездные я имею в виду в рамках, ну, вот, такого пафоса, такого, что-то. Я вас понимаю, очень многим людям, связанным с эстетической профессией, речь не только идет о музыкантах, а вообще об артистах, есть такой негатив звездности, да. К счастью, из всех, кто к нам приезжал, к нам приезжали очень такие достаточно умные таланты, да, а высокомерия с их стороны не было. Может быть, нам еще когда-нибудь не повезет, но пока нам везло. Мне кажется, что вот, когда человек живет этой музыкой, ему не до высокомерия. Наоборот, мне кажется, вот этот обмен неким опытом и ощущением, вот, целевой аудитории, кстати, вот по поводу отдельных зрителей и слушателей, мне хотелось бы еще вот коротенький вопрос задать. Как воспринимают наши зрители, севастопольские гостей? Вы знаете, примерно принцип тот же самый. Сначала с любопытством, потому что они не знают. А с другой стороны, вот на концерте происходит раскрытие, так сказать, художника и поглощение публикой. Поэтому, кстати, много молодежи. И, кстати, Рам об этом говорил, что он сам из этой тусовки, как он говорил, и он сам любил и Квинн, и любил Пинк Флойд, и даже Андеграунд. Да, Андеграунд и так дальше. Но, так сказать, и он говорит, что молодежь, молодые люди к виолончели относятся как-то особенно, почему? Потому что это для них экзотика, он говорил. Даже так. Да, да. Ну, скрипка это как скрипка, рояль это рояль, а вот виолончели это как экзотика. И поэтому он говорит, что очень много на его концертах молодых людей. Это и проверим. Потому что я была на предыдущем концерте, и я чувствовала эту публику, чувствовала ту энергетику, которую вы давали. Я, конечно, была, во-первых, поражена то, что не было вообще, в принципе, свободных мест. Очень много желающих и любителей прийти, послушать хороший, качественный звук, увидеть вас, мне кажется, прежде всего. Вот. И, конечно же, на этот концерт хочется, чтобы это была та же энергетика, может быть, даже еще больше и с большим... Спасибо. Мы вас приглашаем на концерт. Я обязательно буду. Так что вы будете свидетельствовать. Сомневайтесь. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Спасибо вам. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Владимир Ким. Я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч на информационном канале Севастополя. Субтитры сделал DimaTorzok